Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня мы поговорим о волшебном для многих слове субсидии. Потому что, конечно же, те люди, которые достойны этого, которые имеют на это право, должны, просто обязаны этим воспользоваться, потому что государство так устроено, что если есть такая возможность, то, конечно же, нужно ею обязательно воспользоваться. Ещё раз скажу я. И обо всём об этом мы узнаем сегодня от Светланы Михайловны Красиковой, заведующей отделом социальных гарантий окружного управления социального развития номер 3 Министерства социального развития Московской области. Опять же, ключевое словосочетание здесь – социальное развитие, что очень важно, потому что мы живём в социуме, и от того, насколько нас замечает государство, нашу хорошую работу, или пытается нам помочь – это очень важно. Есть люди, которые являются посредниками между государством и нами, чтобы эту нам услугу максимально по возможности оказать. Здравствуйте, Светлана Михайловна. Здравствуйте. Я правильно же говорю, что услуга такая существует. Все слышали слово «субсидия». Вообще, людям свойственно, конечно же, если есть возможность, платить меньше. Сейчас не будем говорить о тех, кто пытается выписать себе субсидию с нарушением закона. Наверняка такие случаи фиксировались, бывали. Ну, а будем говорить всё, как надо делать по закону, потому что, опять же, не все знают, как это делать по закону. Вот давайте мы начнём. Говорить мы будем о субсидиях на оплату жилого помещения коммунальных услуг. Правильно? То есть берём этот сегмент. И насколько вообще существенна эта субсидия на сегодняшний день? Она по-разному варьируется, эти проценты? Нет. Значит, существует региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг. Вот этот вот 22% совокупного дохода семьи не должен превышать этот региональный стандарт. И если он превышает, то на это выдаётся субсидия? Нет, если превышает, то субсидии не выдаётся. А, всё, я понял. Если доход превышает, эти 22% субсидий не выдаётся, не предоставляется. Получается, тогда человеку выгодно, чтобы немножко скрывать свои доходы, чтобы попасть под субсидию. Правильно? Вот так, если мы говорим. Ну, человек не сможет скрыть свои доходы, потому что... Вы проверите. Когда гражданин подаёт заявление в электронном виде, у нас автоматически приходят ответы, отправляются запросы на доход. Хорошо, сейчас мы это всё обсудили, я просто сразу же хочу, чтобы мы расставили все точки над «и». Естественно, мы поговорим о схеме, как она работает, кто имеет право получать, что такое доход семьи, как он учитывается. В общем, вопросов у нас много. Но давайте начнём с самого первого. С 1 июля 2022 года. Да, с 1 июля 2022 года субсидию по оплате жилищных коммунальных услуг теперь предоставляет Министерство социального развития. Там, где вы работаете. Управление социального развития. Субсидия предоставляется на основании правил, утверждённых постановлением правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года, номер 761. То есть пятый год. Ну, это довольно давно уже ничего не изменилось с того. Нет, вносятся изменения. А, пункт прим 3, 4, 7. То есть первый был в 2005 году, на его основе всё и происходит. И напомню вам, что прежде всего возникает такой вопрос, кто имеет право оформить субсидию. Давайте начнём с главного глобального вопроса. Ну, прежде всего, это собственники жилого помещения. То есть я должен быть собственником своего. Да. Наниматели по договору найма. А, то есть если я по договору... Если вы... Если собственник другой человек, он зарегистрирован по другому адресу, а в его квартире проживает член семьи, то этот член семьи может заключить договор найма. Так. И благодаря этому договору найму он тогда тоже может претендовать на субсидию, если будет отвечать другим критериям. И пользователи жилых помещений, как государственных, так и муниципальных, жилищных фондов. А что это имеется в виду пользователей? Ну, договор социального найма, муниципальное жильё. А. То есть квартира не приватизирована, а социальная. У нас ещё остались неприватизированные квартиры. Всё продлевают, продлевают, и никак, да? Хорошо. Значит, ещё раз давайте повторим, что подать заявление на субсидию могут собственники жилого помещения. Речь идёт о квартирах, жилых домах, части квартиры или жилого дома. Также наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде. А только родственники или можно, например, договориться с кем-то, ну, просто... Нет, не только родственники. Любой, да? Лежно был договор. Да, да. Договор. Так. И третье – это пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, на которых тоже эта субсидия распространяется. Ну, о самой субсидии мы ещё раз вернёмся к процентам, к этим довольно сложным расчётам. Всем почему-то кажется, что раз, это чуть ли на 50% тебе обрежут. Ну, не всё так просто. Всё-таки речь идёт о... В стране установлены определённые, ну, скажем так, точки, с чего мы считаем. Там подоходный налог, корзина какая-нибудь, там ещё чего-нибудь, минимальная заработная плата. Сейчас много разных таких вариантов. Что у вас, от чего отталкиваетесь вы, рассчитывая эту субсидию? От дохода семьи? При расчёте дохода учитывается средний заработок, все социальные выплаты, алименты, пособия на детей. Всё, что приходит на счёт, что называется. Да, проценты по вкладам, потом ещё больничные листы, тоже учитывается, да. Стипендии. Ну, стипендия, да, по копейке совсем. Ну, всё равно считается доходом, да. То есть я прихожу и говорю, вот у меня то-то, то-то, то-то. И какая должна быть сумма, чтобы мне выдали субсидию в итоге? Но субсидия зависит, я уже сказала, от регионального стандарта, от количества зарегистрированных членов семьи. То есть если вас... Ну, например, папа, мама... Но если три человека, площадь также влияет, и определённо установлен определённый региональный стандарт. Например, там, 3500 рублей. Так. Если зарегистрировано три человека, эти 3500 умножаются на три человека. И вот эта сумма, которая получается, не должна превышать. Ага. Получается, например, 25 тысяч доход семьи. Так. И доходы семьи не должны превышать вот эти 25 тысяч. Понятно. Если будет 26, то уже вопрос не стоит. Хорошо. Давайте ещё раз тогда повторим, что учитывается в доходе семьи. Значит, средний заработок. Да. Да? Причём каждого члена семьи, верно? А он, кстати, как считается? Он за конкретный месяц или за последние три месяца? Я ж могу взять заработок. Нет, доходы берутся за определённый период. Ага. Вот. А кто выбирает этот период? До первого. Это период прописан в правилах. Ага. Значит, до 1 апреля 2023 года учитывался доход за 6 календарных месяцев, предшествующих 6 месяцев до подачи заявления. Ох, как, как. Ну, проще говоря, можно сказать, что доходы за год брались. Ага. За год. Сейчас, после 1 апреля 2023 года изменился период предоставления. Берётся за 6 месяцев, предшествующих одному месяцу до подачи заявления. Ага. То есть, если заявление подаётся в апреле, учитывается доход с сентября 2022 по февраль 2023 года. И за этот период гражданин должен предоставить доходы. То есть, если у него примерно одинаковая зарплата, это одна история, если она у него рваная, там учитывается... Ну, берётся средняя. Всё равно средняя берётся. То есть, одна большая сумма может немножко испортить картину, да, для получения субсидий. Хорошо. Значит, второе, что учитывается в доходе семьи, это социальные выплаты из бюджета всех уровней. Да. Получается, что если получается материнский капитал, всё, субсидию уже не получишь? Всё учитывается. А просто опять же не застанавливается? Да, делится на 6 месяцев. Ага. Ну, пенсии, понятно, то есть, пенсионер, по идее, вообще, я считаю, что пенсионеры должны получиться... Пенсия тоже считается его доходом, пенсии тоже разные бывают. Пособие по безработице, пособие по временной нетрудоспособности, но это, наверное, нужно стоять на... По временной нетрудоспособности, это и есть больничный... Больничный. А по безработице, это нужно стоять в центре системы, то есть, не просто прийти и сказать, я вот безработный, то есть, должен быть документ. Ежемесячное пособие на ребёнка, то, о чём мы говорили, доходы по акциям, другие доходы от участия в управлении собственностью организации. алименты получаемые членами семьи проценты по банковским вкладам наследуемые и подаренные денежные средства то что тоже может влиять на разъяснике вот не все понимают что это а вот доходы по акциям чем же можно то есть если человек получает акции сегодня он получил а зато он в минусе например это если на момент подачи заявления акции он получил в этот определенный период естественно они учитываются понятно ну в общем так вот на на вскидку сейчас будет провокационный момент на вскидку получить субсидию практически невозможно у каждого что-нибудь да где то есть вот другое дело что опять же к количество этих денег там может повлиять на получение этой замечательной субсидии но субсидии этого вообще это дополнительная мера социальной поддержки вот для граждан с низким доходом низким доходом который просто физически не могут выплатить так далее а учитывается например но люди же на разные ухищрения идут давайте так вот человек подал документы как вы их проверяете что вот действительно все соответствие у него что у него нет например элементов что он должен когда подает документы предоставить паспорт свидетельство на собственность или договор найма или договор социального найма выписку из домовой книги чтобы мы могли увидеть количество зарегистрированных лиц если там с ним проживает еще кто-то естественно документы на своих членов семьи если например супруг или супруга разведены они должны приложить обязательно алиментное соглашение да и какие-то на чеки что он платит да она получает да у вас такая пухлая папка должна быть документа и запрос если гражданин работает у нас соответственно запроса отправляется налоговую инспекцию и нам приходит подтверждение вот сейчас давайте давайте иных дохода давайте здесь поставим небольшую запятую и продолжим во второй части напомню что эта программа открытый диалог у нас в гостях сегодня светлана михайловна красикова заведующий отделом социальных гарантий окружного управления социального развития номер три министерства социального развития московского московской области и продолжим говорить кто проверяет как проверять потому что документов много и как долго идет этот процесс обо всем этом мы поговорим во второй части их все-таки выясним потом в итоге тоже у нас этот золотой человек который получает субсидию насколько ему хорошо от этого живется напомню что эта программа открытый диалог светлана михайловна красикова заведующий отделом социальных гарантий окружного управления социального развития номер три министерства социального развития московской области здесь у нас в студии сам михайловна любезно согласилась ответить на наши некоторые наши вопросы может быть они кажутся и такими странными но тем не менее вопросы касающиеся субсидий мы очень часто слышим я оформила субсидию или хочу оформить субсидию и так далее понятно что люди работающие которых ну приличный скажем так доход слова приличных каждый вкладывает свое свою сумму денег но тем не менее они не бедствуют и как бы готовы заплатить за все эти наши жкх не скажем так по счетам платить но есть конечно действительно люди которым и 100 рублей деньги и это очень такой важный момент чтобы прежде всего этих людей не пропустить мы остановились на том что когда подается огромное количество документов вот даже тут по документу который на вернее по списку с вами хамо мне предоставил попал пол листа такого это список чего нужно предоставить почти как в суд до чтобы выбить эту субсидию но я говорю так как люди говорят и мы остановились что проверяет налоговая да то есть налоговая проверяет все эти счета который человек получает как вот они же задач у них какая они могут обнаружить какой-то приличный доход откуда-то да тогда они не обнаруживают они просто предоставляют нам информацию о конкретном гражданине каком банке как сколько и какие счета то есть если конкретный гражданин на законных основаниях все это где-то на счет скажем так аккуратно платить налоги да 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 то вся эта информация от работодателя дают информация наверно каши пытаются как-то ухищряться может быть через кого-то другого чтобы не светить свое имя к вам приходят и говорят вот у меня нету или сейчас это не очень принято ну как-то есть граждане которые по каким-либо причинам да не предоставляют свои доходы но нам все равно приходят запросы именно подтверждение процентов по вкладам и если гражданин трудоспособного возраста он не работает а у него только есть проценты по вкладам то естественно мы делаем отказ потому что все трудоспособные граждане должны осуществлять какую-либо трудовую деятельность ну понятно да ну идем дальше мы поговорили о том кто имеет право оформить субсидию что учитывается в доход семьи следующий вопрос а после этого довольно немаленького списка за какой же таки период учитываются доходы мы тоже об этом говорили и вот еще я вернусь к этой теме например если за один условный месяц человек получил где-то вдруг 50 тысяч а остальные у него будут там по две тысячи рублей ну условно то мы все равно берется средний доход и если он проходит по доходу то все равно тогда ему нужно подумать когда подавать на субсидию чтобы не учитывал все это не учитывалось 50 тысяч вот такое вроде как уход но такой честный справедливый да значит уважительная причина отсутствия дохода у трудоспособного члена семьи вот такой важный момент почему потому что у нас были ваши коллеги которые занимаются устройством на работу и действительно есть такие люди которые принципиально не работают но как-то умудряются вот влачить такое как говорят существование но они тем не менее еще получают какие-то деньги от государства ничего не делая при этом а есть люди которые нужны знаю просто не работают может быть потому что у них кто-то им помогает в этом как это учитывается но вот например у кого не учитываются доходы лица которые например находятся на длительном стационарном лечении тогда матери или отцы воспитывающие трех и более детей многодетные семьи матери отцы у кого есть дети там до трех лет учащиеся нам студент но студенты до 23 лет которые обучаются на дневном обучении не получает стипендию но также учащиеся а если они платят за обучение чаши деньги большие студенты платят если они не бюджетники например то вот эта оплата учитывается как доход доход то есть они могут себе позволить а тогда на субсидию а речь идет о бюджетниках до которые не платят за учебу да и не получают стипендию так но тут еще от беременные женщины беременные до ногами многодетные матери отцы воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей и опять же все причины за причины должны быть подтверждены документально а сколько времени отдается на вот со сбор всех документов он довольно же обширно получаются да нет принципе все документы должны быть на руках у гражданина там паспорт свидетельство на собственность это все есть выписка из домовой книги заказывается также в электронном виде но его подождать справки о доходах но если этого мдфл что да у нас может запрос запрос приходит или гражданин у себя на работе может взять вот он вам все справочки сначала он а кстати как вообще записаться нам давайте напомним тот через портал услуга услуги московской области до подается заявление набирается субсидия на оплату жилищно коммунальных услуг документы все там крепляются в электронном виде это заявление электронное поступает нам мы его просматриваем проверяем все запросы и принимаем в течение 10 рабочих дней принимаем решение или положительное или отрицательное понятно ну что я должен сказать что вполне себе понятный подход принимает кто вы принимаете ли комиссия какая-то с нет принимает сотрудники управления а сколько сотрудников управления как многого сотрудники отдела можно садилами а куда а много вообще подают самого много музыка примерно но сколько но у нас заявление подается каждые полгода вот и когда идет перерасчет но заявление 200-300 и сколько из этих заявлений получают я имею ввиду процент же посмотреть какой но вообще у нас около 6000 получателей субсидии по получать а как долго не получают эту субсидию окно субсидия назначается на полгода на полгода полгода они от получали через полгода они подают новое заявление но это не с тем же пакетом документов не слишком короткий срок нет то есть за полгода могут возникнуть какие-нибудь изменения ну да не человек а какой там средний счет может быть но 4000 за жкх предположим до 4000 4000 10 ну опять возьмем чтобы легче было считать 5 сколько субсидия может покрыть из этих 5000 но у всех по-разному ну вот у кого-то может она и 2000 у кого-то может и 200 рублей а вот так вот да ну то есть это 2000 уже существенная история это . если доход совсем маленькие то понес хорошо завершая тему субсидии скажите пожалуйста на сегодняшний день граждане уже более грамотно подходят к этому вопросу то есть есть у них понимание куда обратиться чего-то уже более ответственно раньше а раньше раньше субсидию принимали конкретно в отделе субсидий гражданин приходил с документом у нее на бумажном носителе принимали и назначали сейчас это более упрощенно и для гражданина и для специалистов гражданин подал документы все наличие ты все видишь и запрос автоматически все направляется и ты просто проверяешь тем более что некоторые документы можно но не подогнать нехорошее слово а по крайней мере просто логически выстроить так цепочку чтобы быть уверенным что вам действительно дадут субсидию но финале нашего сегодняшнего разговора все таки у вас целый отдел социальных гарантий название такое очень звучащие прям сразу хочется с вами подружиться да что еще чем вы еще занимаетесь кроме субсидий так в целом какие вопросы рассматривать компенсация жилищно коммунальных услуг так льготным категориям ветеранам труда труженикам тыла реабилитированные инвалиды вдовы ежемесячные денежные выплаты тоже льготным категориям вы их назначаете про прописываете да не прописываем они уже прописано в законе московской области и если гражданин имеет какую-либо льготную категорию льготный статус то он также подает заявление в электронном виде и мы ему назначаем и вы как бы души приказчики эта история опять же вот эти вещи они даются на постоянный уже срок или на иногда тоже очевидно на какой-то небольшой нет если ветеран труда труженик тыла то это на постоянной основе а вот инвалидом если инвалидность бессрочная то значит бессрочная если инвалидность имеет определенный срок то на срок инвалидности понятно ну и на сегодняшний день как вы считаете улучшилась работа с документооборотом потому что все-таки раньше не было у нас электронных возможностей когда да можно было вот эти вот бумаги перекладываются из одной стопки в другую там наверно киеве были ящички с буквами кто у нас как как сейчас это работает я думаю что упростилась работа гражданин один раз пришел в электронном виде зародал и никаких бумаг никаких сверка не нужно раньше ему приходилось отнести подать потом прийти на сверку а серка что это такое ну когда раньше он приходил в электронном виде подавал документы он один раз подал потом когда специалисты приняли решение он еще раз идет и подает приносит документы чтобы уже смотрели любили доходить по 1 раз сейчас только один раз при подаче заявления коллеги ваши которые работают кто эти люди на где учат на вашу работу ведь эта работа такая 1 1 неправильный крючок и любую причем сторону можно то что называется получить нехорошие но специалисты у нас грамотные и хорошие так что они на где учат это экономические какие-то нет нигде не учат нигде не учат то есть это уже вы сами многолетний опыт потому что сотрудники некоторые у кого-то стаж 27 лет работы вот они точно имеют право на на ветеран труда спасибо огромное у нас сегодня в гостях слава михайловна красикова очень подробно рассказала нам принесла даже вот конкретные скажем так методичку можно назвать как получить субсидию речь сла шла субсидии на оплату жилого помещения коммунальных услуг которая предоставляется на основании правил предоставления субсидий утвержденных постановлением правительства россии от 14 декабря 2005 года но конечно с дополнениями изменениями заведующий отделом социальных гарантий окружного управления социального развития номер 3 министерства социального развития московской области светлана красикова спасибо вам огромное вашим коллегам это была программа открытый диалог теперь вы знаете как правильно оформить такую субсидию с вами был николай пивненко до свидания а и Редактор субтитров А.Семкин